Золотые руки, так говорят о столере детского сада «Сказка» Александре Осипове. Как и любой другой в своей профессии, он может и отремонтировать мебель, и сделать для малышей скамейку, и поправить забор. Но любят и ценят его за сказку, которую он создает собственными руками, и из его мастерской к детям выходят уникальные игрушки. Они не оставляют равнодушными никого, ни детей, ни взрослых. В этом убедилась Елена Парыгина. Александр Васильевич Осипов называет себя чистокровным сибиряком. Он родился и вырос в Омске. Там же познакомился со своей будущей женой, ленчанкой. И вот почти 50 лет живет и работает в Ленске. Приехал с тестем познакомиться. И вот так вот, и 69-го года так и остался здесь. Думал, годика два-три подзаработаю. А оказывается, видишь, затягивает север этот. Затянуло и Ленское автотранспортное предприятие номер два. Отработал там 43 года водителем, начальником колонны. После ухода на пенсию сидеть дома не смог. Попросился на работу к жене. Она почти 40 лет. Трудится в детском саде «Сказка» в должности заведующей. Александр Васильевич, человек веселого нрава, создал свою группу в детском саду, назвал «Работяги» и стал мастерить. Для ребятишек сказочные домики и замки. Отель «Синичка» построил в честь Сочинской Олимпиады. Птичкам понравился. Зимовали с удовольствием. А как приходит в голову, говоришь, а вот уже по-стариковски в пять утра проснулся, и начинается буль-буль в голове эти шурупчики, шарики. Особая его любовь – флюгеры. Делает такие, что и сказку рассказывают, и направление ветром показывают. Он творит сказку. Я все время говорю, человек с золотыми руками. Ребятишки его называют дедушкой еще иногда. Так что мы так его «Ласково Васильевичу» называем. Детский сад «Сказка» стал для него родным. Последние 30 лет, даже работая на предприятии, он безотказно приходил на помощь. То скамейки установить, то качели. Теперь уже сам решает, что и где надо поставить, чтобы ребятне весело было. Елена Порыгина, Виталий Андреев, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».